Хочу пригласить нашего технического директора, потому что у нас еще остался один неосвященный вопрос, очень важный. Это наша техническая составляющая. Хочу представить Сергея Польщук, он же является... Здравствуйте, господа. Все самое интересное, все самое вкусное, приятное уже рассказали Александр и Алексей. Я хотел бы поговорить непосредственно не о проекте, а о самом сайте. Если кто-то плохо знаком с компьютером, не пугайтесь, все будет очень просто и понятно. Я хочу просто вкратце рассказать непосредственно, чем занимаются разработчики, что мы делали, для чего мы делали, что мы достигли и что у нас будет дальше непосредственно в интервейте. Суть и главная цель проекта GoldLine – это предоставление услуги финансовой взаимопомощи. Эта услуга реализовывается на базе нашего веб-сайта, который находится по адресу www.goldline.pro. Уже на самом сайте этот сервис реализовывается целым комплексом основных и дополнительных функциональных сервисов, больших и маленьких. Все эти функциональные средства можно разделить на три основные группы. Это статическая информация, то есть, например, главная страница, например, страница способов оплаты, страница пользовательского соглашения и так далее. Вторая часть – это новый блог, который сейчас появится, составляет из трех шагов регистрация, привязка к кошелькам новой системы WorldPlan и непосредственно выполнение финансовых транзакций в счет финансовой помощи. И третий раздел – это весь комплекс функционала личного кабинета. Это у нас счета, структура, статистика, личная информация, приглашение друзей, сертификат и сейчас последний добавился бонусы. В свою очередь, каждый из этих трех разделов подразделяется на группы функционалов. Если, например, рассмотреть на примере страницы счетов, то у нас в ней представлена информация по общим доходам, информация по балансу депозита, по финансовой годовой помощи, информация по кошелькам, на которой производится финансовая помощь выбора, кошелька, на которой переводятся денежные средства, покупка PIN, данные о PIN и завершается это блог с данными финансовых транзакций. В этой схеме уже видно и можно понять, что каждый этап разработки можно разделить также на три группы. Первый – это простой, который не требует длительного времени для разработки и не требует большого успеха внимания после ведения его в работу. Второй – это обычный, скажем, уровень разработки, для разработки которого требуется время, но впоследствии в его обслуживании также не требуется много времени. И третий этап – это сложный. Именно этот этап создает основную часть разработки в нашем проекте, потому что и реализация его нетривиальная, и его обслуживание очень непростое. Стоит отметить, что первый и второй уровни разработки – это вполне стандартная схема, обычная для программиста. Тогда как третий, сложный уровень разработки, требует не только опыта и технической подготовки специалиста, но и личной ответственности. Потому что в данном случае стоит отметить, что мы работаем все-таки с деньгами, денежными средствами. Поэтому это накладывает очень серьезные уровни и безопасности, и подготовки наших специалистов. С момента запутка проекта уже было сказано и озвучено, мы выполнили интеграцию с пятью платежными шлюзами. Это LigPay, AligPay, OcPay, InterCassa и Libre Reserv. На данный момент мы уже завершили и уже работаем по новой схеме выполнения транзакций финансовой помощи, которая объединяется в рамках единой международной платежной системы World One. Именно благодаря этой схеме работы у нас есть возможность выполнять прямые переводы с кошелька нового участника на кошелек другого участника без счетов-посредников. Все это стало возможным благодаря новой версии сайта. Ее плюсы в основном складываются в стабильности работы и в скорости работы. На данный момент еще рано делать конечные выводы, но уже есть заметные результаты плюсов. Непосредственно скорости работы уже можно наблюдать по страницам счета и структура, что время загрузки их уменьшилось в минимум два раза, чем это было до этого. Соответственно у нас появляется от 30 и даже более процентов резервов северного оборудования. То есть если до обновления у нас была возможность поддерживать не только в среднем уровне посещения сайта от 80 до 100 тысяч посетителей в сутки, а даже и до 150, то сейчас мы уже можем поднять эту планку до 200 и 300 тысяч посетителей в сутки. При этом стоит заметить то, что без изменения серверной конфигурации. То есть текущие программные обновления уже достаточны для того, чтобы мы дальше могли развиваться и достигать новых уровней. После обновления именно непосредственно стабилизации выполнения финансовых операций были проделаны изменения по всем остальным разделам сайта. Непосредственно регистрация и выполнение финансовой помощи в соответствии с новой схемой работы интеграции. Работа партнерских ссылок. То есть пересмотрена система учета посещений, регистрации и активации. Раздел вывода транзакций. Я думаю, уже заметили, наверное, не раз обсуждали о том, что добавлена, во-первых, атактная информация, кому выполняется перевод, а во-вторых, непосредственно изменен дизайн, который стал чуть-чуть больше информативным. Также скорректирован был дизайн и внешнее оформление против всех остальных страниц. Понемножку, но изменения коснулись всего сайта в целом. Если раньше, до этого момента мы занимались реализацией и стабилизацией функциональных частей сайта базового уровня, то в ближайшее время мы уже их завершаем окончательно, потому что сейчас уже здесь без колебаний правильная работа этих сервисов. И переходим к разработке новых сервисов, функционалов сайта, которые уже, наверное, очень ожидаемые и уже требуются. Сейчас, вкратце, просто немножко расскажу и пробежимся по ним. Очень долго требовалось и просили, и уже разработано, и скоро время будут опубликованы новые материальные, новые рекламные средства, которые можно будет использовать как на личных страницах, сайтах, так и непосредственно в окване, то есть, например, печатной продукции и так далее. Повышается уровень безопасности работы сайта и непосредственно работы с финансовыми сервисами. Это делается в первую очередь, так как, к сожалению, встречаются ситуации, когда злоумышленники незаконным образом получают доступ к личным кабинетам. Уровень повышается безопасности на порядок. Во-первых, это требует ответственности от нас. Во-вторых, это будет требовать ответственности от вас. На данный момент было уже введено, опубликовано работы. Мы даже проверили работу и сделали несколько тестовых выводов денежных средств депозита. В ближайшие дни вывод депозита будет функционировать, но не будет производиться. Даже сегодня произошел случай, подошел один из участников и рассказал случай, что через его почту незаконно кто-то получил доступ к его личному кабинету. Поэтому в ближайшее время включается в работу верификация личных данных участников. И до этого момента пока что вывод депозита не будет производиться. Также для повышения безопасности и защиты личных кабинетов вводится услуга для выполнения финансовых операций только после подтверждения кодов, высылаемых по СМС и платежным кодам. Все это, конечно, опционально и будет работать по выбору и необязательно. Но при желании можно будет включить и пользоваться. Также для повышения безопасности будет предоставлен тот подключенный кабинет под цель протокола. Об этом уже многие просили, не раз об этом говорилось, но мы пока что не выполняли очень многих подобных обновлений, потому что, как я уже сказал, до этого мы работали на стабилизации именно в выполнении финансовых функций. Плюс ко всему будет включен сервис изменения вагинов. То есть будет доступна возможность из личного кабинета поменять свой вагин. Это именно та часть, которая находится под ним в ссылках. Соответственно, если кто-то ошибся, или выбрал не тот вагин, или просто хочет из них сделать часть веи, это будет доступно. Также в личном кабинете будет доступна функция создания личных партнерских страниц, которые смогут работать на ваших доменах. То есть все это можно будет непосредственно создавать из личного кабинета GoldLine. Мы продолжаем интеграцию с WorldPlan более глубокую, более тесную и плотную. И в ближайшем будущем в кошельке будут доступны возможности вывода с кошелька вагин прямо из кабинета GoldLine. Это очень широкий спектр вывода, как вы уже наверняка видели, по оплате мобильного телефона. То есть все эти сервисы будут доступны прямо в личном кабинете. Уже анонсированы, введены в работу, техники вовсю работают над мобильной версией сайта, которая будет доступна на паншетах и смартфонах. Также анонсировано уже разрабатывается полноценное приложение информатор, так называемый нотификатор, который будет доступен на Windows и Mac OS. Это специальная программка, которая будет находиться непосредственно на вашем компьютере в режиме реального времени, сообщая вам о новых зарегистрированных участниках и полученных переводах. Также уже разрабатывается приложение под Android и iOS. Это полноценное приложение, с помощью которого можно получить доступ ко всем функциям сайта. Также будет доступен сервис общения, личных сообщений между участниками. В двух словах. Я сказал непосредственно уже о сайте. Время подходит, поэтому давайте перейдем к части вопросов и ответов. Сейчас по техническим вопросам, и если будет, потом по юридическим. Поэтому, пожалуйста, у кого есть вопросы, спрашивайте. А пины вернут? Пины, я не сказал, да, действительно. А пины будут доступны в ближайшие, кроме того, две недели. Покупка и вывод их будет доступны, наверное, в ближайшую неделю. А выполнение финансовой помощи через ПИН, он где-то чуть позже. В течение двух недель это будет уже доступно. Меня зовут Олег Шмалько. Я один из участников. Очень классно, много будет новшеств, превосходств. Такой вопрос, когда они все будут осуществлены, и это будет нам открыто и доступно. Точные сроки я вам не могу сказать, потому что сейчас мы распределили данную работу на несколько групп разработчиков. И вместе с этим разрабатывается еще новый сервис, о котором я не говорю. Поэтому сроки пока что, к сожалению, данных прям конкретно не могу сказать. Юлия Анатбранаке. Скажите, пожалуйста, в разделе личная информация то есть будут еще какие-то изменения? Потому что на сегодняшний день я заметил, что нельзя изменить E-mail. То есть эта функция не работает. Раньше она работала, и с чем это связано? Что нельзя ее изменить? В данном случае было запрещено изменить E-mail, так как, к сожалению, очень большой спиток заявок от того, что незаконно кто-то поменял E-mail. Он будет доступен после верификации, после введения платежных паролей и смс-паролей. После этого он будет доступен. Но я думаю, он будет, скорее всего, доступен опционально. То есть, например, то же самое по предварительной заявке пользователя. Здравствуйте, Александр, Москва. Хотел спросить, как скоро будет доступен сертификат для новых участников? Я думаю, что это наиболее актуальное обновление системы. В том плане, что сейчас только ссылка есть, партнерская. Дамы и господа, он уже доступен, но, к сожалению, я его не разрешил выводить до момента завершения саммита. В течение трех суток он заработает. Даже, наверное, даже в чьи-то сутки. Ну, то есть, вечером в понедельник. Ну, грубо говоря, отлечения трех суток. Ольга Шантюна, Омск. Да. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, планируется ли увеличить группу техподдержки, потому что на данный момент она очень-очень долго работает. То есть, участники по техническим вопросам именно ждут порядка месяца их решения. Непосредственно технические вопросы имеют три группы. Общие, сложные, которыми отвечают только техники, и общие, которые отвечают модераторы. На данный момент не планируется, но вполне возможно, что в будущем мы это расширим. И по поводу августа. Дамы и господа, при введении в работу новой версии сайта все наши пятнические специалисты были брошены только на разработку абсолютно. Я лично вам приношу личные извинения за это. Но, слава богу, что у нас получилось ввести в работу новую версию. Потому что это составляет базовую основу всего проекта. Выполнение финансовых операций и контроль денежных средств. Потому что это обусплавливает существование всех остальных сервисов. Если здесь начинаются проблемы, а они, к сожалению, были, ломаются все. Сейчас мы стабилизировали, и теперь подтверждаем достигнутый результат этого сервиса. И с этого момента мы возвращаемся на стандартный вид работы. Технические специалисты будут доступны в техподдержке в течение ближайшей недели. Все вопросы активации и купленных кинов будут решены в 100% в течение ближайшей недели. Я хочу продолжить по поводу извещений СМС РСВ. В наших офисах десятки, а у некоторых даже до сотни доходят людей, которые десятки и не активированы. Я техподдержку давал предложение по поводу того, чтобы первое извещение на телефоны СМС и на e-mail, те, которые зарегистрированы, высылались. Потом, хорошо бы, второе извещение через неделю дать. Третье СМС еще через неделю, четвертое еще и за два. Если братья период месяца с начала регистрации, последнее извещение, пятое, за два-три дня. То, что через два-три дня, недалеко, вот этот будет вопрос решен. И они не так уже будут вести. Многим это интересно, даже больше вам скажу. Александр лично мне передавал в нашу письму, я бы считал. Это не ведено только потому, потому что это будет работать вместе с верификацией участников. Вместе с верификацией будет вызываться и уведомление. То есть мы ведем и выслал по уведомлению пользователям, которые не активны, и которые до сих пор не произвели финансовую помощь. Именно как вы предложили, это будет разбито на некие промежутки времени. И будет такой момент, после которого эти регистрации будут удаляться. Потому что они копятся действительно очень много и не проявляется активность уже несколько месяцев. Дело в том, что когда я нахожу этих людей, и мне все-таки не удается выйти с ними на связь, говорю, так и так, вы тогда-то были зарегистрированы, допустим, неделя назад или две, он уже не помнит, ни логин, ни пароли. И в то же время он уже зарегистрировался уже в нескольких компаниях, так же, как и в Гоуплай. Нужен при регистрации, чтобы они считали и знали, что, допустим, если через месяц он не произведет активацию, то его удаляют. И плюс вот эти напоминания. А период выбивания его из личного кабинета определен? Сколько там, месяц, два, три или еще не определен? Определен, но не конкретно, конечно. Пока это рассматривается от месяца до двух. Не активность, имеется в виду. Много. Месяц вполне, так скажем. Я говорю, только с технической точки зрения, я не занимаюсь развитием. Специалисты развития, Алексей Александр, могут скорректировать эти сроки потом, как думается. У нас четкое разделение обедывает. Да, Александр, у меня такой вопрос. Наши реферальные ссылки не проходят практически ни в одной соцсети, да? На прямом середине. Но вопрос, почему такой готов? Потому что другие, допустим, участники других посетевых компаний на самом деле присылают спам, но их ссылки проходят. Вообще, как мы можем это решить? Настолько стала большая рассылка именно на партнерских цифрах, настолько много заказанная система спамборд-рассылка в самом начале, что наши адреса, как и сейчас последующие партнерские домены, очень быстро попадают в черные цифры непосредственно, как и систем электронной почты, так и социальных сетей. Мы долго поролились замечательными ребятами MyRu, их же ящики MyRu, InboxRu, BK.Ru. Но, к сожалению, они так и не согласились с нами сотрудничать. Только после того, как мы зачистили практически все, что было возможно в этих письмах, они стали тут как-то приходить. И сейчас некий процент, который заставляет у восстановления цифры, эти лица сряды попадали в пан. Эта схема работает, к сожалению, очень просто. Когда к людям приходят письма, они нажимают кнопочку на этот пан, то собирается информация о письме и наносится в черный письм. Настолько большой поток этих письм, что они очень быстро попадают в их. А социальные системы, а социальные сети, к сожалению, они совсем не разбираются. То есть они это не модерируют, не рассматривают, не отклюдают. Они просто противно. То есть тут уже с ними просто никак. А остальные системы не достигли такого уровня, чтобы просто на них обратили внимание модератор этих сетей. Потому что когда мы только начинали, наши ссылки в первое время активно там могли публиковаться. Да, то есть я хотел добавить, это результат всего лишь того, что Google Plan популярен. А все, что не блокируется, оно просто еще не расходует. И объем рекламы, который делается, он, конечно же, очень незначительный. А что касается решения этой проблемы, то Сергей не озвучил, но мы действительно планируем сделать некое решение на основе, я не знаю, технологии фрейма или нет, но будет у каждого участника возможность привязать свой собственный домен индивидуальный к дизайну официального сайта. Полезается, что сверху будет информация о том, что человек приглашен на личный сайт участника системы GoFlyne, Ивана Иванова, например. Таким образом, мы ему скажем, что это неофициальный сайт, но это действительно наш личный сайт участников. И такие сайты вы сможете разместить в себе на либеральной ссылке. Это не будет сервис-ридиректор, который уже тоже научились блокировать социальные сети и некоторые имейл-сервисы. Это будет продуктивным решением до тех пор, пока вы сами свою собственную ссылку не застанете, не дай бог. Со спам у нас, знаете, система наказывается строго, пока, слава богу, никого не наказали. Давайте сейчас перейдем к ответу на вопрос, возможно, юридического характера, который возникли у вас еще после выступления Алексея. Такой вопрос, ну, наверное, дополнительный анализ, который мы слушали сегодня, близкий, как нам в странах Украины, Латвии, 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 потому что большинство вопросов, она, например, в странах, в странах, в странах, в странах, в странах. И вопрос еще, допомните, о информации о налоговом времени во всех этих странах. То есть, видите, налоговое дополнительство имеет свой специфик? Вот это обознавание, которое было сегодня озвучено. Мы создадим отдельно взятый раздел, который, по моему мнению, будет находиться в выпадающем списком разделе «Отные теми». Человек наводит, и выпадает несколько вариантов разделов по системе. Один из них будет касаться обознавания легальности, другой – налоговое законодательство. И мы нашему юридическому отделу поручим специально, как сказали, разглаживать для каждой из стран. Человек заходит, допустим, обознавание легальности у него есть общие критерии. И, допустим, касаемо его конкретно интересующей страны будет определенная выкладка. То есть мы сегодня собрали обобщающие термины. Алексей вам сказал о нескольких странах. Почему о нескольких? Потому что у них были какие-то разности. То есть мы по максимуму старались сделать весь охват вот этой вот возможной разности представлений, нарушающих законодательства нелегитимных схем. А по налогам в Российской Федерации, вы знаете, что я сейчас не могу назвать статью налогового кодекса, но средства, полученные, удар от физических лиц, физическими лицами, за исключением недвижимого имущества, по-моему, автотранспорта, они облагаются налогом. То есть россиянам повезло в этом плане. В других государствах есть некоторые линиты по получению средств, которые не облагаются налогом, а дальше они облагаются этими процентами. Я думаю, что мы, во-первых, статьи сделаем читабельными в виде концентра на нашем сайте и, конечно, вот ссылку на официальный источник. Вот. Это достаточно объемная работа. Вот. Насчет сроков я боюсь вам обещать конкретику, потому что очень не люблю, когда что-то где-то не подлюдает. А какова команда ползайна, общее число участников, поддержка, руководство? А вы имеете административную часть? Ну да, все в целом. Административная часть, в общем-то, не велика. Она состоит из пяти человек. Что касается команды технических специалистов, то это семь разработчиков самого разного плана в виде специальности и руководитель отделом разработки на технических директорах Сергей Пачев. А черновой, хотя бы вариант с нового ролика, вы его покажете? Сегодня мы вам его не покажем. Спасибо. Если только сами его не с этим первым забываем. Но он уже готов. А когда он будет? Вместе с запуском новой системы мы его первого октября запустим. То есть мы хотим его еще перевести сразу на английский же. Конечно, сначала мы его сделаем идеальным для русского значения. Было множество, касаемо ролика, идей по его усовершенствованию. Честно говоря, буквально все варианты, которые мы в итоге посмотрели, нас не устроили. И мы пришли к тому выводу, что лучше это враг хорошего. И существующий ролик практически идеален. Ну, с некоторым, понятно, усовершенным. По поводу ролика, я говорил со многими участниками ГТС, вернее, не участниками, которые я хотел шевлечь. Они не верят нашему ролику. Он производит впечатление, как я лохотроп. Слишком все просто, понятно, вроде бы. Ничего не надо делать, сидеть на печке, в ночь, а деться. То есть никаких трудностей. Что надо работать, надо привлекать, надо то-то, надо что-то. Нельзя. Мы действительно, Александр правильно сказал, мы на протяжении, наверное, месяца, когда уже полутора месяцев, мы перебрали все возможные варианты сценария ролика, который мы действительно хотели. Более того, скажем, что уже был написан сценарий, он был 10 раз переписан. Более того, наши создатели видеоваряда, которые непосредственно занимаются видеомонтажом и так далее, они уже на нас сели и говорят, ребята, ну вот то, что вы сейчас сделаете, это еще хуже получается, потому что действительно еще больше становится похоже на, знаете, как говорят, американских, там, этих, там, стрельни их пыль, там, возьми свет, там, ну, вот такое. Все, да. То есть нам это тоже не понравилось. Мы приняли решение, что действительно мы не будем отходить от концепции этого ролика, как бы сделаем его более совершенным, технически, как бы он будет намного симпатичней, а что касается доверия публике, да, то у нас есть все-таки идея снять отдельный ролик, который будет немножко в стороне от маркетинга, потому что все-таки этот ролик отражает маркетинг и схему распределения средств, то есть он более технический. Да, мы хотим создать ролик социальный, который, действительно, вот в нем уже будет отражена вся вот эта вот идея, сущность проекта, и, возможно, где-то даже вот с юридическими моментами мы там это обязательно все затронем, и он будет более художественный. Но вот этот ролик, не получилось его слепить из двух одно. То есть, либо то выглядело плохо, либо другое. Люди уже создали другой ролик, написано «Реальная правда Го Плайн». Да, читали его и смотрели. Ну, может быть, что-то оттуда реально, может быть, идеи какие-то, да? Идей есть. Мы сделаем ролик немножечко попозже, сейчас мы с техническим вопросом все закончим, переведем. По тем же названиям, да? «Реальная правда Го Плайн». Я думаю, наши партнеры в этом не успели уже, в общем-то. Просто не хочется делать плохо, сразу говорю. То есть, хочется сделать хорошо и надолго. Поэтому дайте немножечко время. «Сам, кто-то, а после регистрации участника если он не отделит, то есть месяц будет задаряться его?» Ну, конечно, если вот Сергей Валерьев, мы с вопросом уже отпоздали, да? То есть, если мы что-то ставим воименную планку, то некая мотивационная не составляющая должна присутствовать вот по удалению. Понятно, что фактически это удаление ничем не бьет по голове клиента, да? Но просто страх некой потери все равно имеет слогическую роль. Конечно, конечно. Тут единственное только, вы знаете, будет загадываться проблема финансового характера, которая вот иногда возникала раньше. Мы сейчас следим, вроде бы все работает хорошо, да? То есть, убрались у нас многочисленные посредники, к схеме транзакций, когда мы работали через интеркассу и через ОКП, сейчас единый кишлёк просьба отрабатывается все четко. А представляете, как было бы, если бы транзакция потерялась, прошел месяц, человек, а система удалила, а потом она нашлась. То есть, представьте, что вы, да, мы еще больше запутываемся. Поэтому сейчас мы никого не удаляем. То есть, как только мы поймем, что транзакция отрабатывается очень четко. Сейчас никого не удаляем. Именно поэтому у вас структуры и показывают огромные, огромного количества людей. Вот что касается внешнего вида раздела счета, в которых сейчас очень много ожидаемых, ожидаемых транзакций, да? То есть, это будет, конечно же, у нас фильтр создан, чтобы вы видели только реально оказанную помощь. Если захотите посмотреть других, кликните другой фильтр, покажет вам система тех, от кого вы ожидаете, вы уже можете с ними связываться. То есть, все делается для удобства. Раньше мы ввели политику некоторую закрытости контактных данных участников ваших структур по соображениям неким, наверное, безопасности, чтобы не производился сбор вас данных. Представляете, к чему это могло привести в определенные моменты, когда некоторые наши партнеры, имеющие статус лидеров даже, просто решали пойти в каком-то другом проекте, что-то работать, да? И могли бы эту базу просто взять, рассылочку сделать. Вот именно в этих принципах мы не давали. Но по многочисленным просьбам мы пересмотрели эти требования, и сейчас вы можете в ручном режиме посмотреть каждого из участников на любом из уровней, от которого вы ждете, так или иначе определенную сумму, если вы захочете вам оказать помощь, и следовать. Сегодня, как вы говорите, можно вручную посмотреть каждого участника, все его контактные данные на любом из уровней. Есть предложение сделать идею, сделать обязательно поле для заполнения скайп. Я думаю, что это было бы еще быстрее найти участника по скайпу. То есть, если телефон, к примеру, участник из Казахстана, не может позвонить участнику из Америки, по телефону, потому что это доромят, а имея логин в скайпе человека, то есть, можно прислезаться с клиентом, уточнить, почему он не оплатил, или почему он зарегистрировал. Хотя бы узнать причину, по которой он не оплатил. Я думаю, то есть, то есть, это обязательным полем для заполнения перерегистрации. Смотрите, давайте, активно приходим. Но сегодня в скайпе, ребята, это такой инструмент, он популярный очень. Ну, опять, мы слышим реакцию зал, Ром, с такой же реакцией, мы сталкиваемся с служой поддержки, с противоречивыми, потому что, одни участники просят четко написать, что это поле необязательное, чтобы это не отпугивало людей, у которых нет скайпа. А вот Юлиан просит, наоборот, взять его обязательное. То есть, эта идея действительно имеет некоторую, даже не некоторую, а, наверное, весомую маркетинговую, роль, это нужно оценить. В принципе, да, приятный кошелька это тоже некое обязательство, да, которое накладывает дискомфорт на участника, но мы все-таки его требуем. В принципе, почему бы и нет. То есть, сделаем ссылку на регистрацию скайп, и там пройти ее тоже одноминус буквально. Да, можно, я думаю. скайп будет писать от балды. Я думаю, что это существенно бы увеличивает, да, скорость для соединения с потенциальными клиентами. Не по телефону. Почему? Потому что с Украины, к примеру, неудобно позвонить в какую-то страну. А скайп сегодня такой инструмент, что он настолько популярен, и даже если человек им не пользуется, ну, рано или поздно придется начать. Да, хорошо, мы рассмотрим это же. У меня предложение сделать так, чтобы можно было либо, может быть, галочку поставить на тем человеком, который дористрировался, с которым я сверзался, а он не хочет быть системой. Может, галочку поставить, чтобы его удалить из системы? Это накладывает очень сильную случайно, ну, так бы, ответственность на нас, но как вы себе представляете, что, может быть, спонсор обиделся на 100 человек, да, и хочет ему насолить таким образом. Мы же не можем мнение чужих людей считать за выражение личного права. То есть у нас все юридически очень прозрачно, и любое это вот такое неоднозначное решение ставит систему под удар правового поля. Мы противники любых ограничений, то есть вот этот принцип ничего не требуем. Ну, хорошо, раньше было удалить аккаунт, можно было удалить. Сейчас тоже это есть. Это сам человек может быть. Сам человек может быть. Я его пишу, он говорит, я не знаю своих идов. Ну, вас же не напрягает. Ну, честно говоря, напрягает, потому что я звоню, я уже, может быть, иногда и не записываю, что я его звоню. Вот, а он там висит и только фордит настроение. С какого уровня пришел? Обязательно вернется. Это я согласен, это очень удобно, когда видно, с какого уровня ты ожидаешь перевод, как далеко от тебя находится специальный участник в структуре. С Сергеем мы это обсуждали, это просто сейчас накладывает некоторую нагрузку в новой версии, но, конечно же, это будет сделано, если Сергей скажет, когда я буду им угадаривать, но, опять же, точных сроках, наверное, мы... И счетчик на сайте вернется? Вот, да, Сергей не сказал, опять же, об этом нововведении, я вам скажу даже больше, мы видим это не счетчиком, то есть открытым удовлетворительным фондом нашей компании будет еще более длительное внимание, и поэтому мы ведем не просто счетчик, мы ведем целую систему лайф-информирования о событиях происходящих системе, это будет и онлайн-монитор регистрации новых участников вкладками стран и временем за времени, когда он зарегистрировал, это будет куча скидок по-русски, дамы, так как перемещающиеся активны, потом это будет второй монитор, кто получил какую сумму, в какой момент времени тоже будет достаточно двигающийся такой скидок, и еще третий столбик это будет то и такую сумму стандарт, стабильная 10 или 20 долларов отправил в данный момент вот такие три монитора появятся у нас ниже под тремя блоками воздух. Это тоже мы сейчас обсуждали как раз принцип того, что мы не продаем возможность приглашать людей, это как раз и говорит о том, что если я хочу оказать помощь просто так, мы даже сделаем специальную кнопку на этапе регистрации, где человек сможет фактически выбрать, хочу ли я оказать помощь и заплатить 5 долларов для того, чтобы система мне предоставила кабинет, либо я просто хочу оказать финансовую помощь, и не надо никого кабинета. Вот такой принцип, я думаю, окончательно расставить все точки надлета, причем можно пойти даже дальше и сделать не какую-то в рамках сертификата людей, а случайным образом вот этих или сумму можно поменять кому сколько хочу оказать. Вы понимаете, это принцип полной работы действий. Главное, чтобы это не запутало вашего нового участника, мы подумаем, как это сделать правильнее, но в правовом поле это прибавит очень серьезный аргумент серьезней. Когда проект стартовал, мы говорили все о том, что участников уже 400 тысяч, 500, 700, 800, да, как бы у некоторой части у участников сложилось такое мнение, что это правда, вот, как бы, просто, сейчас же мы уже знаем, что участников стоило 300 тысяч, как бы прокомментируете изменения? Да, я прокомментирую, это в принципе ожидаемый вопрос. Насчет технических вопросов, скажу вам честно, изначально банальная неточность технических сотрудников на момент старта проекта просто-напросто потом переросла в очень неплохой маркетинговый ход. И мы не стали это исправлять. Но сейчас мы пришли к тому, что мы просто не можем не показать прозрачность с исключательным фондом, да, и нужно все привести. Так сколько сейчас реально? Мы озвучивали вам на ЧЗ, цифры, то есть это 300 тысяч, более 300 тысяч зарегистрированных участников, из них 85 тысяч участников уже оказали финансовую помощь. Дмитрий, город Мензороссия. Здесь говорилось значит, что приложения для андроида и iOS я хотел бы, это первый вопрос, я хотел бы узнать, будет ли они легально размещены, ну, то есть информация о них в маркетплейсах, соответственно, этих компаний Google Play и Apple. Несомненно, мы будем подавать заявку на размещение этих приложений в Android Market, в App Store и во всяких других магазинах. Я не могу вам сказать, что мы получим в ответ на эту заявку, но могу вам пообещать, что мы будем добиваться этого. Я думаю, что нет никаких преград для того, чтобы там она была размещена. Чем больше мы будем трудиться на тем, чтобы сделать наш проект социальным, именно социальным. То есть, если мы перестанем ставить в углу именно извлечение прибыли и получения дохода, а все-таки мы будем в углу оставить возможность объединиться людей для оказания финансовой помощи и выведем вот этот проект именно на социальный уровень, я думаю, что проблем с размещением на Android Market и на других ресурсах, и в частности проблема с баном тех же самых ссылок, она рано или поздно прекратится в том, что сейчас вы все прекрасно понимаете, что за 10 месяцев проект настолько динамично, что в интернете все очевидно, все понятно. как система проверить, что ученик уже исполнился 18 лет? К сожалению, проверить при регистрации мы это не можем, потому что это аферта, а аферта подразумевается собой безусловное согласие с ее правилами, и только сам участник может вводить истинные достоверные данные, о чем мы его спрашиваем, что не исполнилось 18 лет, если вы смотрите регистрацию там, город такая галочка проверять мы это будем с помощью системы верификации. Сергей уже об этом говорил, может быть, вы не обратили внимания, но новые требования действия нас в рамках правового поля, они очень требовательны к удостоверению личности, и конечно же мы будем проводить верификацию участников, требуя определенные документы, в каком виде, я пока вам не скажу, вот об этом наши юристы позаботятся, и 18-летние люди все-таки будут дожидаться, что у вас совершенно лень 18-летние.